Греби, Олеся, греби! Подбадривает меня за кадром оператор. Но он-то не знает, что плавать я не умею, да и воды, честно говоря, боюсь. Но, как говорится, нужно учиться смотреть страху в глаза. Вот так мы и оказались посреди Москвы и реки. Гребу уверенно. Вы сейчас потренируетесь, в какой команде бегаете? Пока я осваиваю греблю, эти маленькие три богатыря занимают места в байдарке. Во главе борта Александр Чемерис. Конный спорт, туристические походы, сплавы по реке. Позавидовать третикласснику может любой взрослый. Миссию на воде выполнил. К берегу причалили сухими. Надо езжать в равновесие. В день не плавают несколько человек, и все потеряли равновесие. Это гарантирую, все упадут. Ну, тут равновесие. На САПе то же самое. САП плоский, но то же самое все. В числе водной делегации Дмитрий Александров оказался впервые. Выбрал САП и не прогадал. Управление доверил сыну, а Алексей и не подвел. На самом деле сложно. У меня опыта в этом нет. Был опыт управления каяком. Ну, ничего, справились. Мы были с сыном на одном каяке. Он управлял, направлял, а я, так скажем, придавал скорости этому судну. Поклонников активного отдыха, профессиональных спортсменов и просто любителей привел на Звенигородские живописные берега фестиваль «Плыви Россия». САПы, байдарки, каяки. Водной делегации было из чего выбирать. Ну, вот я первый раз на нем катаюсь. В принципе, приноровился. В процессе все показали. Есть инструктора, спасатели. Координация и равновесие. Обязательно держим баланс. Ножки расставили пошире. И работаем ручками. Обязательно. Главное тут гриф сети командой. Если кто-то будет гриф сети одной стороной, другой, другой, не получится ничего. Предпочитает каяк, но сплавиться не позволила спортивная травма. В этот раз Олег Цусков был наблюдателем. Но по возможности поддерживал уже бывалых и давал советы новичкам. Самое главное, конечно, это действительно чувство равновесия в водных видах спорта. Это вести гулярный аппарат. Чувствовать воду, чувствовать лодку, для того, чтобы, так сказать, действительно не перевернуться. Ну и, соответственно, конечно, это сильные руки. Не устояли и открыли плавательный сезон или же в прямом смысле вышли из воды сухими. Впечатлений от праздника спорта и туризма точно хватит всем и надолго. Олеся Лукина, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.